Красная раса, черная раса, желтая раса, белая раса и серая раса, или голубая. Это семитская раса. Так вот, правительство серых, в принципе, это правительство изначально бывшее семитское. На сегодняшний момент там, конечно, семитов не большинство, там большинство запроданцев именно с разных рас. Но я говорю о нашем земном правительстве, которое появилось, ну, начало формироваться уже как мировое правительство где-то уже на выбежи нашей эры, по сути, уже как мировое правительство. И которое создало вот этот ныне существующий эгрегор. Почему я говорю, люди, христианство мусульманское, фактически, потому что это одно из проявлений этого эгрегора. Вот, значит, насчет инопланетян, не знаю, я с ними не общался, поэтому ничего не скажу. Вот, а вот насчет того, что есть реальные представители и агенты влияния нашего земного правительства мирового, это правда. Вот, это говорится именно о земном правительстве, это говорится именно о реально существующих людях. В данном случае это говорится о так называемой Вестминцерской группе, о группе Сити, которая находится в Лондоне, и которая на сегодняшний момент, группа Сити владеет 97% всего мирового движимого и недвижимого имущества, по сути. Вот, а Вестминцерская группа, это группа, куда приезжают потенциальные президенты на утверждение. И те, кто не проходит утверждение, не становятся президентами тех или иных государств. Вот, там был Янукович, там был и Путин, там был и Лебедев, там был и Обама, там были все, кто баллотировался на постпрезидента, и те, кто не проходит, те президентами не становятся. Сама система власти, не существующая, это есть система серых. Почему мы отказываемся от политической борьбы и от контактов с правительством как такового? Вот, по одной простой причине, потому что мы переходим на их поле боя, где они пишут законы, как им хочется, где они решают вопросы абсолютно все, мы оказываемся всего на все пушечным мясом, которое, если будет рыпаться, просто будет уничтожено. Вот, создание этого содружества, несмотря на то, что инициированы все-таки такие серые, вот, я хочу сделать, как, вот, в этом плане мы их немножко опередили, то есть до этого съезда мы на несколько шагов отставали. Именно проведение этого съезда, это их ошибка была, по сути. Вот, значит, долой нам один шаг в форум. И я сейчас хочу не упустить эту форум, не упустить этот шаг опережения. Вот, почему? Потому что мы реально, вот, будучи там на съезде, люди, которые мы думающие, вот, будучи там на съезде, увидели, кто из кто, по сути, вот, и увидели систему влияния, воздействия, тремя разными способами. Вот, правительство серых на наш славянский эр. И вот этого даже содружества, я поставил идею, возрождение культуры, традиций, ментальности и философии славян. Это вот постановление тоже указано. Вот, то есть о том, что первая основа, нам не надо сражаться, нам не надо идти кого-то там стрелять, не надо никого бить. Вот, не помню, кто сказал, из ребят, что вот обсуждали. Говорят, ребята, достаточно осознать себя личностью, и, говорит, вся вот эта вот серая масса, она сама уйдет. И вот даже выгонять не надо будет. Честно говоря, мне, вот, когда вот я затеял это дело, мне пришла в голову интересная такая вот картинка, вот, значит, что, вот, представим себе, что мы таки победили, да? Так вот, батюшки всевозможных храмов, да, из вот этой иудо-христианско-мусульманской, сами свои церкви поджигать будут. Уходить и оставлять после себя сгоревшие собственные церкви. И это правда. Вот это будет победа, когда они сами начнут жить, жечь собственные церкви, синагоги, мечети, я не знаю, как они называются, неважно, кирхи там, костелы и прочее. Чтобы сказать, что серебро распламывалось, ведь и было. Да, 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 хай воруют, хай воруют, главное, что оставили нас в покое, просто ушли с нашей земли. И ты правильно сказал изначально, что суть всего этого, это создание славянской державы, где славяне будут жить вольно. Нам не надо государства, по сути. Вот тут Кропоткин прав. Для нашей ментальности государство – это только орудие подавления, ничего более. По кону, по древнеславянскому кону, единственная власть была в Вече, у народа. Причем в Вече входили только продуктивные члены общины. То есть те, которые каким-то образом, тем или иным, приносят пользу общине. Не входили те, которые люди пенсионного возраста, они имели только совещательный голос. Не входили инвалиды, не входили и так далее, и так далее, и так далее. И уж тем более, у славян не было гей-парадов. В то время за это вставляли в известное место в Вейку, заливали расплавленный свинец за подобные действия. Не было никаких там вот этих вот всех этих самых. И опять же, японцы. Хороший пример японцев в данной ситуации. У них корейцы, вот Корея была чаще Японии долгое время. Но, когда японцы спрашивают, а может когда-нибудь кореец, живущий на территории Японии, там 2-3-4 поколения, стать японцем? Они не понимают этого вопроса. Как? Он же кореец. Да, он хорошо здесь может жить, он может хорошо зарабатывать, быть богатым. Но избранным в правительство занимать руководящие посты, голосовать кореец в Японии не может. Он может хорошо жить, пускай живет. Но решать...